Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. В Австрии соревнованиями танцевальных пар стартовал седьмой этап юниорского гран-при. Уверенную победу одержали россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, а вот Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов стали только пятыми. Все внимание болельщиков направлено на турнир Финляндия Трофи, где собрался очень сильный состав фигуристов. Соревнования открывали спортивные пары. Первыми на лед вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фигуристы идеально выполнили тройной тулуп. Затем без особых усилий быстро и четко была исполнена тройная подкрутка. Выброс также был сделан уверенно и Евгения приземлила прыжок без малейшей доли сомнения. Вращения получились синхронными. Сегодня прокат выдался удачным. Они набрали 78,33 балла. Это их лучший результат в нынешнем сезоне. Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады, которые встали в пару совсем недавно сегодня выступили достойно. Они чисто исполнили тройной сальхов, а вот на тройном выбросе партнерша приземлилась на две ноги, но избежала падения. Аплодисменты у зрителей вызвали высокие поддержки со сменой позиций. Они получили 67,55 балла и заняли промежуточное второе место, опередив выступающие ранее пары из США и Германии. Затем до выступлений чемпионов мира из России Анастасия Мишина и Александра Голямова выступили многие пары, которые так и не смогли сместить с первой позиции российскую пару, а на втором месте по-прежнему был канадский дуэт. Пришло время выйти на лед подопечным Тамарой Москвиной. Анастасия и Александр чисто исполнили тройную подкрутку и тройной выброс с чистым выездом. А вот на тройном сальхове Мишина оказалась на льду. Программа была насыщена множеством сложных элементов, но падение не позволило ребятам выйти в лидеры. Их прокат оценили на 73,76 балла. Таким образом, Евгения Тарасова и Владимир Морозов захватили лидерство исполнив чисто все элементы. Анастасия Мишина и Александр Голямов оказались на втором месте. На третьей позиции Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд. Владимир Морозов считает, что сегодня был неплохой прокат. По ощущениям это было лучше, чем все предыдущие разы. От старта к старту короткая программа становится все лучше и лучше. Морозов говорит, что предыдущая программа была более раскатистая, более спокойная, классическая и нежная. А здесь она заставляет фигуристов создавать динамику, а значит увеличивается скорость. По словам Морозова от первой программы что-то осталось. Скелет, да и вообще порядок элементов остался тот же. Заходы, которые нравятся фигуристам, которые смотрятся красиво и нежно, тоже были оставлены. Сделали микс, собрали все самое лучшее в одном, подытожил Владимир Морозов. Александр Голямов после выступления признался, что они конечно расстроились, но завтра они постараются подойти к произвольной программе с новыми эмоциями и силами все сегодняшнее оставят в прошлом. Все случившееся их только закалит. Тамара Москвина заинтриговала всех ответом на вопрос про произвольную программу. Она сказала следующее. Все новости про произвольную программу будут завтра. Все увидите, потерпите немного. Напомню, многим не понравилась программа Мишина и Голямова, которую они показали на контрольных прокатах. Неужели нас ждет что-то другое или возможно в программе произошли какие-то изменения. Посмотрим, что подготовили для нас фигуристы и тренер. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.